Здравствуйте! В эфире АТВ, программа «Актуальная тема». Меня зовут Чингис Ачиров. И сегодня у нас в гостях Андрей Яковлевич Сукнёв. Это известный общественник, эколог, писатель, художник. Перечислять можно очень много. А самое главное, вы турист с гигантским стажем. Сейчас у вас какой стаж? Больше 30 лет, наверное, вы ходите в походы? Ну, побольше, наверное, 30 лет. Будем считать, что так. Вот я недавно читал про вас информацию. Вы сказали, что первый раз вы сходили в поход в 21 год. И вы считаете, что это слишком поздно было, чтобы начать? Ну, вообще, люди с 6 лет начинают. Если родители нормальные, водят их в походы. А я пошел в 21 год, я уже учился на третьем курсе. А можете вспомнить, куда ходили? Просто вы, по-моему, говорили, что именно в первый поход вы чуть не погибли от холода и от голода. Это правда? Ну, это был не первый, а второй поход, но в этот же год. Да, это правда, так было. Так можно было бы уже здесь не сидеть в студии уже 40 лет. А где вы доходились, куда ходили? В Саяны, восточные Саяны. То есть это было такое откровение, когда я увидел горы заснеженные. Это был ноябрь месяц. А, ну, мы в августе ходили вначале, тоже был снег. И тоже был по пояс. Такая, в общем-то, тоже погодная аномалия. Не знаю, что у нас сейчас ждет. Мы вот сейчас тоже собираемся фактически в те же места. И вот спустя 30 лет вы продолжаете заниматься этим делом. Можете рассказать вообще, откуда у вас такая страсть к похождениям? Ну, страсть не сразу появилась, потому что, когда там поголодаешь, ноги отморозишь, страсти поменьше становятся. Но, тем не менее, ты потом приходишь к тому, что тебе хочется снова и снова увидеть эту красоту. Эти грандиозные горы, эти водопады, эти горные озера. Где-то в городе этого не увидишь. Вы ходите не один, можете сказать про вашу команду. С кем вы обычно ходите по походам? Ну, команда сейчас такая у нас сложилась. Мы в основном работаем с детьми из детских домов. Не только с ними ходим в походы, но и тропы строим. И это одна из моих мечт. Сделать так, чтобы у них появилась в будущем профессия, связанная с этим, чтобы они здесь реализовались. Насколько и в других местах сложно реализоваться. Сложно зарабатывать деньги, создать семью. То есть, ну, вот эти вот вещи. То есть, речь идет о социализации. Вы говорили, что поначалу было трудно с ними работать. Как изменилось, пожалуйста, мне можете вспомнить? Вообще всегда было нормально, хорошо. Это самая такая публика, самая благодарная. Потому что это у детей, у кого родители есть, полная семья. Хочешь на Черное море, а поехали. Хочешь в Таиланд, а поехали. Хочешь на Кипр, поехали. Им-то этого никто не предлагает. Поэтому, когда они попадают из четырех стен в место, где стен нет, им просто, ну, как бы они... Потом они возвращаются снова в эти четыре стены. Потом они понимают, что то, что они видели, это вот туда нам нужно. Нужно сюда вот стремиться. Ну, понятно, да, что это дети с тяжелыми судьбами, но при этом это все равно же дети. Есть ли вот из-за возраста какие-то трудности ходить по ходу с ними? Да, собственно говоря, жизнь так с ними поступила, что они в слишком маленьком возрасте становятся уже фактически взрослыми. И поэтому как раз в горах ты даешь им возможность подарить жизнь во всех ее красках. И вот они это ценят, естественно. Они это понимают. Вот я еще раз повторюсь, они стремятся снова туда попасть. Причем вы же не просто, да, поднимаетесь в горы, а вы строите экотропы. Можете рассказать вообще, что такое экотропа? Тяжело их строить? Как вообще их строят? И для чего? Вообще я, поскольку я как бы основоположник всего этого, я не люблю слово «экотропа». Пусть меня за это поругают, но никакая это не экотропа. Экотропа – это школьный учитель, учитель ботаники придумал экотропу вокруг школы, поставил таблички, что это крапива, это одуванчики, вот это экотропа. Мудрые англичане называют это слово «access», то есть «доступ». Мы создаем доступную тропу, она, правда, разных категорий. То есть есть тропа, доступная для людей на колясках, тоже мы такие делали, а есть тропа, доступная для экстремалов. То есть это трек. Вот сейчас у нас, слава богу, телефоны даже там с GPS-ами появились. Ты получаешь этот трек и идешь по нему, и все. То есть это, там даже, может быть, она не отмечена, ну там на деревьях нет никаких меток. То есть это тропа, это инфраструктура для того, чтобы по ней люди ходили, инженерная инфраструктура. Вот приходилось ездить на автомобиле без дороги? Нет. Ну, то есть по степи едешь и все. По степи едешь, в Монголии это обычно, там где-то грязь, они начинают это объезжать. Где-то бугор тоже объехали. И огромное количество дорог в степи возникает. А если это хорошая дорога, то она одна, вся степь, она сохраняется. То есть в этом ее природоохранная сущность, потому что мы же не птицы, мы же не летаем, поэтому нам нужны тропы нормальные по ним, ну как бы вот в том числе для людей на колясках. Некоторые не понимают, зачем. Ты что, хочешь весь Байкалами что ли опутать? Я говорю, да нет, конечно. Человеку на коляске нужно 700 метров, 700-800 километров максимум, чтобы он проехался по тайге, посмотрел на бурундуков, на птичек. И все, достаточно. То есть, по сути, если по пальцам это все показать, вы строите, получается, дорожки из дерева или как? Что именно? Самое разное. То есть и из дерева, вот сейчас есть идея сделать так, чтобы перерабатывать пластик вторичный и его в тропу. То есть у меня такой даже слоган появился. В фабрике рабочим земля крестьянам, а пластик в тропы. И когда мы сможем это, то есть мы его локализуем фактически. Каждый пионер, каждый школьник, он будет знать, что нужно разделять твердые бытовые отходы. И все эти вот, все пластиковые вещи, они пойдут в дорожку. Он пойдет в школу, сдаст, получит деньги, копеечку с вами. То есть там должна быть экономика. А благодаря этому у нас появятся хорошие дорожки для людей на колясках. То есть мы две проблемы, может, даже больше решим. Причем самый большой ваш проект, да, он называется Большая Байкальская тропа. В прошлом году вы говорили, что уже 16 лет строите эту Большую тропу. Можете рассказать про нее? Сейчас, слава богу, я не один в России. То есть ни одна Большая Байкальская тропа есть. Большая, например, есть Севастопольская тропа, Крымская тропа. Вот недавно я узнал про Южно-Уральскую тропу, буквально вчера появился человек, который ее продвигает. Я так думаю, что всем этим людям в России нужно объединяться. Тропы должны объединять. Это тоже мое убеждение, не разъединять, а объединять. И когда это произойдет, когда люди поймут, что нужно делиться опытом. Нужно создавать индустрию строительства троп, именно троп, не дорог. Это очень похоже на дорожное строительство, но это все-таки есть своя специфика в проектировании, в инструментах, в технических средствах. А когда мы создадим сеть троп, мы сделали тропу в Улан-Удэ, и появилась возможность для людей ходить. С 12-го года у нас есть в Улан-Удэ тропа. Плохая или хорошая, это другой вопрос. Людям нравится, они там ходят. И я знаю точно одного человека, которого эта тропа вдохновила, и человек начал ходить, будучи белым воротничком, она бизнесом занималась. Она начала ходить здесь, по нашей тропе, и эта тропа ее довела до Эвереста. Это Людмила Исакова. Человек, на мой взгляд, это легенда. Поэтому я горжусь тем, что моя тропа, она открыла ей горы. Она побывала на Монкус-Ардык, Черского, Монкус-Ардык, Эльбрус, Аконкагуа в Чили, Вандах. Как Африканская большая гора, Килиманджаро, Эверест и Монослу. Представляете, когда альпинистам это говоришь, у них там челюсть отпадает, потому что мастера спорта они там никогда не были. Допустим, многие спросят, где находятся эти эко-тропы, которые, или как лучше сказать, я забыл еще слово. Аксесс? Аксессы. Доступ. Где находится доступ у нас. Тропа, дорожка. Можете географически рассказать, где эти тропы находятся? Вообще, Бурятия, она, наверное, одна из самых богатых по потенциалу для того, чтобы здесь заниматься туризмом. Но у нас нет вот этой сети троп. Кроме Большой Байкальской тропы, как национальной тропы в будущем, я думаю, что все равно это должно произойти. У нас есть Тонкинская долина, с которой мы сейчас работаем. Там потрясающий потенциал. У нас есть Баргузинская долина, у нас есть недалеко совсем Тугнуйская долина. Они разные. Они красивейшие. Каждая по-своему. И поэтому везде нужны тропы. Нужна инфраструктура. Американцы, когда у них была Великая депрессия в прошлом веке, они не только дороги строили. Они начали строить тропы. И это дало, вот сейчас у них огромная индустрия на этом построена. Индустрия. Миллионы людей ходят по всей Америке. Это приносит миллиардные доходы. Это сопоставимо с нефтяной промышленностью. Можно себе представить. А в Бурятии еще много неизведанного? Вообще огромное количество неизведанного. Я не думаю, что нужно везде проложить тропы, но там, где здравый смысл подсказывает, что есть интерес. Просто тропа, она создает условия для того, чтобы природа не страдала. И люди были целы и здоровы. Вы рассказали уже про Тункинские тропы. Что у нас там есть две тропы. Они участвуют в конкурсе. Сейчас старался российский конкурс по развитию экотуризма. И Тункинская долина, одна из двух проектов, которые подают в Бурятии. Да, так получилось, что мы фактически предвосхитили вот эту всю работу. Мы работаем с 2012 года в Тунке, в Саянах. Кто был, знает, о чем я говорю. К сожалению, у нас мало вообще из Бурятии ездит. Гораздо больше из Иркутска, на самом деле. Иркутяне даже, они уверены, что это вообще Иркутская область. Но так получается, что нужно сейчас нам, бурятам, здесь проголосовать за наши ресурсы. Это наша экономика, это наша республика. Мы маленькая республика, но мы гордая республика, мы гордый народ. Мы должны проголосовать, выйти на самые первые места. Потому что я смотрю сейчас на голосование, там какая-то Тверская губерния. Там у них нет ничего. Какой экотуризм, ребята, вы, елки-палки, о чем говорите? Вы, тверчане, голосуйте за Бурятию. Потому что вы же сюда потом поедете. Вам чего в Твери-то в свои смотреть? Или там где-нибудь еще в Башкирии, например. Ну да, там есть ресурсы, но не такие, как у нас. В Башкирии это вот, я не знаю, у Ламбургасы и все. А у нас-то тут огромное разнообразие. Бурятия по числу и разнообразие ландшафтов занимают одно из первых мест в мире. Плюс еще Байкал. Мы как Туван, у нас Байкал еще есть. У нас, получается, участвуют в конкурсе два проекта. Это Тункинские долины и заповедный Байкал. Можете коротко рассказать, почему они так важны? Могу много, могу коротко. То есть, на самом деле, эти проекты связаны. Большая Байкальская тропа проходит по побережью Байкала. Это проект, который представляет команда, которая занимается побережьем Байкала. Это Бортприрода. Они управляют этими территориями. И я так думаю, что всем надоело, что вот этот вот... Инфраструктуры нет, соответственно, люди приезжают. Пластик везде валяется, бутылки, склянки там. То есть, это постоянно повторяется. Когда мы создадим инфраструктуру, это все станет красивым, чистым, удобным. Будет где ходить, будет что посмотреть и будет чисто. То же самое с Тункой. И Тунка с Байкалом ведь связаны. Мы хотим... Вот у меня есть две мечты. Я вот сейчас, по крайней мере, сосредоточился на двух проектах. Так или иначе, я с ними занимаюсь. Это юго-байкальская велопешеходная дорожка, которую можно сделать от Улан-Удэ, представляете, да? Через Посольский монастырь, по берегу Байкала, Култук, порт Байкал, Иркутск. 500 километров дорожка, велодорожка. Это миллион человек может по ней кататься. Реально. Потому что иркутяне, улан-уденцы и те люди, которые живут вот здесь, на этом кольце. А в Култуке начинается новая тропа. От Байкала до Хупсугула. Представляете, да, какая классная вещь? То есть, ты выезжаешь на велосипеде или ты приезжаешь на машине, потом доставишь велосипед из багажника и катаешься по каким-то локальным тропам. Либо ты захотел проехать все эти тропы, все эти 500 километров плюс еще 200. И у тебя есть возможность это сделать. Ты садишься на велосипед и едешь. Это всего лишь, можно сказать, ну только малая часть тех идей и проектов, которые ложатся вот в то, что называется экотуризм. Нужен этот ресурс. Его нужно осваивать очень осторожно. У меня есть пример, например, Турка, Черепаха, да, все знают это место, где березу срубили. Там дорожники, я бы, честно говоря, руки бы им поотрывал. Они взяли, разделили вот этот природный парк асфальтовой дорогой для автомобилей. Ребята, вы зачем это сделали? Зачем? Ну что, мозгов совсем нет, что ли? Что творить это вообще? То есть, там такая огромная скала, огромный камень, такое место уединенное было, да, которое только с берега можно попасть. Они разрезали этот парк, вывели машины, выезжают на берег. Самое главное, одна машина проехала, вторая уже не заедет. Зачем это сделали-то вообще? Там ни стоянки, там ничего нет. Там ни видовые площадки, ничего нет. Ну вот, как медведь в посудной лавке. То есть, так нельзя делать. Нужно заниматься проектированием, планированием, собираться, обсуждать, приглашать заинтересованных людей, биологов, ученых, местных жителей. И тогда мы придем к общему знаменателю, тогда мы поймем, как и что делать. Местных, вот у нас особая экономическая зона же есть, да, Гава, не знаем, что с ней делать вообще. Чемодан без ручки. Республика вкладывает деньги. Зачем вообще, спрашивается, этот проект был сделан? Ну, я не критикую, поймите меня правильно, но можно же было мост не вдоль реки строить, а поперек. То есть, здравый смысл-то должен быть. И поэтому тропы – это как раз тот проект, куда должны быть вовлечены местные люди. Есть такое правило экотуризма. Инвестиции, вложенные без интереса местных жителей, работать не будут. Это просто, ну, это не мы придумали, это во всем мире так. То есть, логика простая. Когда местные не заинтересованы, чего они будут ее охранять, эту природу? Они будут ее выпиливать, они будут ее вылавливать, они будут ее загаживать, извиняюсь. И вот и все. А если они с этого будут деньги получать, так они будут заинтересованы, чтобы все было чисто. Ну, плюс, при этом все равно поддержка небольшая, да? Ну, небольшая вообще поддержка есть. Среди Секотроп проводятся благодаря президентским грантам, да? Да, вот я просто счастливчик, можно сказать, я получил третий грант в общей сложности. Это уже с 2017 года примерно 9 миллионов. То есть, это и работа с детскими домами, это и тушение пожаров торфяных. Мы купили мотопомпы в 2017 году, они нам очень пригодились. То есть, это сейчас вот новый проект, он направлен на то, чтобы, во-первых, продолжить начатую работу. Мы хотим передавать свой опыт вот как раз в этом проекте. Он целевой. Хабаровчанам, Четинцам и Иркутянам. С Иркутянами у нас такой паритет, как бы, где-то мы в чем-то лучше разбираемся, в чем-то они лучше у нас разбираются. Поэтому нужно обмениваться опытом, нужно общаться, нужно работать над тем, чтобы создать вот такую национальную сеть троп России, региональную сеть троп, муниципальные тропы. Это новое качество жизни для людей, и поэтому вот этим нужно заниматься. Ну и вернемся к конкурсу. Что конкурс даст? То есть, если наши два проекта выигрывают конкурсы, то это дает? Что даст конкурс? По крайней мере, те люди, которые принимают решения, в том числе инвесторы, они поймут, что люди в Бурятии ждут туристов, что они им нужны, что они им будут улыбаться вообще. Я повторяю, что это не особая экономическая зона, это не тот опыт. Это в корне другой подход. Я в какой-то степени даже удивляюсь, что он появился в России, этого никогда не было. И поэтому, ребята, за это стоит голосовать. То есть, по крайней мере, мы сами потом не будем огорчены, так скажем, что мы этого не сделали. Ну, делай, делай как положено, да, а что уж там произойдет, посмотрим. Потому что у нас страна такая непредсказуемая, поэтому под лежачий камень вода не бежит. Поэтому надо вот эту энергию нашу общую сфокусировать вот сейчас на этом проекте. Я думаю, что это стоит того. Причем, как я понял, призового фонда в этом конкурсе нет. Самое главное, чем больше голосов, тем больше инвесторов увидят этот проект. Ну, вначале будут отобраны 30 регионов из 115, потом будет акселерация, я даже не знаю, что это такое, в полной мере только догадываюсь. То есть, нас будут обучать, к нам будут присматриваться опять же, да. Но я так думаю, что вот Саяна, как в песне поется, ведь это наши горы, они помогут нам. И поэтому люди сюда, слава богу, едут. В Тунку едет больше людей по статистике, чем на весь остальной Байкал, на самом деле. И там всего лишь работает Аршан, Ниловка. Может работать постепенно вся Тунка, и все люди там будут работать. И не будет противоречия между тем, что ты живешь в национальном парке, и ты живешь бедно. Это нонсенс на самом деле. Люди должны быть вовлечены в экотуризм. Кто-то работает в кафе, кто-то ремонтирует велосипеды, кто-то водит туристов, кто-то работает на автобусе, возит туристов. То есть, огромное количество рабочих мест может быть создано здесь. Ну и самое главное, где нужно голосовать и до какого часа? Ну, нужно заходить в интернет. Я так думаю, что... Там такой достаточно сложный алгоритм, но я думаю, что имеет смысл зайти, посмотреть. Я думаю, что ключевые слова оси экотуризм конкурса. И вы обязательно найдете то, что ищете. В общем, спасибо большое, что заглянули к нам в студию. Было приятно поговорить. Жителям, наверное, стоит посоветовать, чтобы все голосовали, успевали за наши два проекта. Напомню, Тункинская долина и заповедный Байкал. Да, ребята, давайте забурятием. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»